Изящные дамы в пышных нарядах, галантные кавалеры – все это бал цветов, закруживших в своих ритмах молодежь города Бреста, активно занимающихся саморазвитием в различных творческих направлениях. Бал цветов – это романтичное и одновременно изящное название для музыкальной постановки было выбрано не случайно. В 2020-м исполнилось 180 лет со дня рождения гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его музыка вдохновляет и сближает поколения и эпохи. На 180-летие Чайковского патриарх Кирилл говорил, что вдохновение – это дар, который Господь посылает человеку. И Чайковский был именно тем человеком, который воспринял этот дар и создал такую великолепную музыку. Этот бал цветов, посвященный 180-летнему юбилею Петра Ильича Чайковского, ребята, учащиеся в нашей литературной гостиной «Живая книга», закрывают этим мероприятием год. И, вы знаете, наверное, пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить всех брещан с наступающим Новым годом. И пожелать всем мира, добра, благополучия, совершения всех планов, успехов и всего-всего самого доброго. Ребята достаточно долго готовились к этому празднику, поэтому каждое выступление для них было особенно трепетным и важным. Поддержать юных дарований пришли их родители. Участие в постановке приняли и дети, и взрослые, что вылилось в весьма интересный творческий эксперимент. Это завлекает детей, и это, конечно же, радует, потому что в наше время это очень важно, приобщаться к высокому, к искусству, а тем более к музыке Чайковского, которая радует слух и радует нашу душу. Кульминацией мероприятия стал торжественный бал у главной новогодней красавицы. Под звуки вариаций щелкунчика и других известных произведений Чайковского ребята смогли погрузиться в чарующий мир музыки и танца, а также духовно приблизиться к великой эпохе классика.